Европа для меня — это всегда момент, когда ты выезжаешь из своей родной страны, набраться каких-то новых эмоций, переключиться на новую картинку, смена локаций каких-то. Но жить там, я в какой раз убеждаюсь, что, наверное, бы мне не хотелось. То есть хочется с собственного болота заехать в другое, посмотреть, как там, сменив атмосферу и обстановку, но вернуться всё-таки сюда, в своё государство, и работать здесь для своего государства, для этой страны, для этих людей. Хочется делать какой-то вклад именно в развитие своей родины. И понимаю, что ведь это реально, это возможно. Просто нужно приложить усилия. Может быть, также нужно видеть и любить свою страну как там, как это делают европейцы. Я очень люблю Францию, вообще всю Францию, какие-то провинциальные города, то ли это Париж, Леон, неважно. То есть просто я люблю французский язык. Когда я слышу его вокруг себя, у меня какое-то такое вот настроение сразу улучшается. Я люблю, вот совершенно недавно я даже написал песню на французском языке. Никогда не думал, что это сделаю, так как на русском и украинском пишу очень редко. А тут вдруг написал на французском, с чего бы это. Нельзя сравнивать Украину с Европой, потому что всё-таки мы славяне. У нас совершенно другое видение жизни, совершенно другой подход. Это же нужно просто взять и раздолбать голову каждому жителю Украины, чтобы он мыслил как европейцы. У европейцев своя культура, свой подход к праздникам, к отдыху, в то время как мы любим отдыхать чуть ли не каждый день. Чуть ли не каждый день, если посмотреть календарь, день там чего-то, празднуем чего-то там ещё, по церковному календарю, по какому-то индийскому календарю, по китайскому. То есть каждый день какие-то праздники, каждый день можно что-то праздновать. Как бы это и неплохо, это и нехорошо, потому что мы слишком любим расслабляться, когда в то время как европейцы очень много трудятся. И у них нет вот этого вот комплекса гигантизма, потому что только у нас появляются деньги, мы сразу покупаем себе большую машину. И этих машин очень много, и эти машины создают большие пробки. Вот чем мне нравится Париж, то что там действительно все ездят на маленьких машинах. Вот у меня, например, собственно, нет этого чувства гигантизма, я езжу, например, тоже на маленькой машинке. Когда моя мама, мы с ней общаемся часто по телефону, она там говорит, вот я сегодня проходила там по улицам Рима, она у меня уже много лет живёт именно в Риме, тоже в европейской стране, говорит, тут ездят вот эти Fiat 500, на которые ездишь ты, говорит, ну, каждая вторая – это вот именно такая машина, то есть тут больших машин очень мало. Почему, говорит, во-первых, большие машины тянут на себя очень действительно расход большой бензина, говорит, европейцы очень экономные люди, несмотря, что у них там, какие у них банковские счета, или там они большие, либо маленькие. Всё равно они все не страдают на вот этот вот пафос какой-то. А у нас же люди, ну, это на самом деле, наверное, показывает то, что вот мы все родом из какой-то ограниченности, из бедности какой-то. И вот мы вырастаем, вот у нас появляется какой-то свой бизнес, и мы хотим этой роскоши, нам её не хватало. Они, наверное, уже все перенасытились этим, они живут в достатках, у них свои, конечно же, проблемы есть, но они не такие, как у нас. И я хочу сказать, что наши люди, они могут вылезти из любой сложности, из любого болота. То есть, наверное, всё-таки вот это чувство выживания, оно в нас заложено. Так как люди там умеют жить, но, наверное, вот если дать им те проблемы, те ситуации жизненные, которые у наших людей, европейцы, европейцам было бы очень-очень сложно. То есть, они бы, наверное, не раз в неделю бы ходили к психиатрам или там психоаналитикам, и им бы пришлось бы там чуть ли не каждый день советоваться и общаться с ними. Так как наши люди справляются там поодиночку или кучкуются семьями, родственными связями. Я никогда глобально не задумывался о том, насколько станет в нашем государстве хорошо или не очень, если мы попадём в Евросоюз. Ну, для нас это будет очень сложно, мне кажется, для наших людей. Нам придётся вот, знаете, вот как в советское время, вот вся одна огромная там СССР, и все как-то жили как под одной гребёнкой. Не знаю, бабушки, дедушки говорят, что было хорошо. Снова-таки непонятно, как будет. Мы можем сейчас гадать, анализировать что-то. А как подсказывает время, я буду философствовать на самом деле, я не политик в душе совершенно. А как показывает время, бад, что-то случится неожиданно. То есть мы можем либо, вот мы живём в каких-то сравнениях, мы можем говорить в будущем либо сейчас очень плохо, либо плохо. Ну, то есть люди никогда у нас не говорят, что вот нам хорошо. Вот как правило, я сколько не слышу там, при Кучме говорят, вот в те былые времена, как было хорошо. Прошло время Кучмы, там настало какое-то там другое, кто-то был другой. Эти все оранжевые революции. Вот сейчас, например, все говорят, вот при Кучме было неплохо. Войдём мы, например, в Евросоюз. Что буду говорить дальше? При Януковиче было хорошо, что ли? Не знаю. Конечно же, своему государству хочется пожелать лучшей жизни. И как правило, в нашей стране всё как-то вот со стороны народа, если говорить от голоса народа. Всё происходит вот так. Як Бог даст, так и буде. Единственное, что вот люди действительно взяли инициативу в свои руки, и то, я думаю, людям просто очень сильно помогли в этом, так, морально. Это вот с оранжевой революцией, чтобы как бы взять всё в свои руки. Но на самом деле это всё была манипуляция. Я не знаю, я никогда об этом не задумываюсь. Я живу, наверное, больше музыкой. Но я понимаю, что моё творчество и моя перспектива, будущее, она очень сильно зависит от настроения людей. И честно вам скажу, последние мои песни, конечно же, они являются отражением где-то и моих каких-то жизненных перемен и сложностей. Но понимая всю суть жизненного бытия современной Украины, я понимаю, что людям очень-очень сложно. Я как бы не отшельник. Я вижу жизнь. И когда там, приходя в магазин, вижу, как бабушка там берёт три картошинки, там четверть буханочки хлебушка, одну сосисочку, и ты понимаешь, что это реалия, это Киев. В Киеве ещё более или менее как-то. А что происходит в глубинках? Когда ты приезжаешь, например, из Киева в другие города и видишь культуру людей, и видишь их образ жизни, и видишь их возможности. Это убивает морально. То есть ты думаешь, мы живём здесь, в Киеве, вот здесь, вот в какой-то своей оболочке, а на самом деле людям очень-очень нехорошо живётся. Я знаю, что успех приходит к тем людям, которые знают, чего хотят. Если мы все будем знать, чего мы хотим, начиная с самого себя, не глобализируя там политическими какими-то взглядами и направлениями, если мы начнём с каждой самого себя и будем знать окончательную точку того, к чему мы хотим в жизни прийти, это уже будет какой-то успех. А от успеха каждого из нас зависит успех всей страны. Может быть, стоит задуматься над этим. Мне нравится слово «незалежно», «независимо» государство Украины. Мне очень это нравится. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я очень люблю все наши традиции, всё наше национальное, блюдо, песни. Я очень восторгаюсь теми людьми, которые, невзирая на то, как говорят другие люди, принципиально разговаривают на украинском. Мне это очень сильно нравится. Меня всегда очень сильно радует, где бы я бы ни оказался, в какой бы стране мира. И если я говорю, что я из Украины, вот как-то к этой нации, к нашей нации, относятся очень положительно. Когда бывает такое, что ты приезжаешь в какую-то страну, там экзотическую, например, и снова тебя спрашивают про твою национальность, и ты говоришь «Украина», когда они как бы чешут себя по голове, что это за страна, и ты говоришь «Раша», тогда отношение к тебе сразу становится негативным. Ну, бывали такие случаи, бывали. И действительно, в Европе россиян почему-то не очень сильно любят. Какая-то у них, наверное, вот этот вот комплекс гигантизма. То есть ты насобирал деньги на эту поездку куда-то в Европу. И вот этот вот приезжаешь, и тебе кажется, что все должно быть для тебя, потому что у тебя есть деньги. Вот у меня был пример когда-то общения с одним человеком, которому я как бы помогал, но который всегда разговаривал с таким жаргоном. Я говорю «Ну что там?». Я когда-то сказал «Слушай, нельзя так разговаривать с людьми». Я говорю «Вот я, например, прихожу в магазин, банальная история, и говорю «Дайте мне, пожалуйста, мешок картошки». Я поблагодарю, скажу «Спасибо» и тому подобное. Я же не приду и скажу «Дай мне мешок картошки, потому что у меня есть бабло». Видимо, вот по такому, с таким настроением ездят. Нельзя относить, говорить это обо всех людях, но в основном таких людей много в России. Вот россияне ездят с таким настроением, поэтому европейцы россиян не любят. Совершенно недавно я был в Грузии. Та же самая история и в Грузии. Понимаете? То есть вы откуда из Украины? О, украинцы, мы вас очень сильно любим. А вот россиян не любим. То есть люди говорят в открытую. Вот кто умеет зомбировать своих людей? Это Россия. Очень причем сильно. То есть они преподносят россиянам информацию всегда очень превратно. Вот так, как нужно для России. И вот когда вот это началась история с тем, что мы как бы начали уходить от России, как бы там вот рассматриваться тема по поводу Европы, я посмотрел какие-то там программы у политических российских деятелей, этих всех журналистов, которые там понимают, что эти программы будут смотреть так же украинцы. Но там такая жесть звучала, что вот Украина, да ее через пару лет вообще как государства не будет. Да там вообще его съедят. Та-та-та-ра-та-ты. Смотрели вы эти вот отрывки российских программ? Я понимаю, что это слушая вот их нужно делить. Все, делить намного-намного. Наверное, нас считают страной какого-то третьего или пятого сорта, что не дают нам так просто визы. Ну или как бы этот коридор всегда для нас какое-то препятствие какое-то. Виза, вот этот режим, эти визы всегда сложно очень получить для многих граждан, что нужно выстоять какие-то очереди там шальные, что нужно там целый список вот этих всех документов необходимых занести. Я вам хочу сказать, что наши земли, они очень богаты. Если их использовать с умом, то на этом можно зарабатывать деньги. Наконец-то, кто из Допетров, как говорят у нас на Западной Украине, делать вклад в город, в культуру, развивать какие-то мифы и истории в городе. Я очень горжусь родным своим городом Львовом. Смотрите, насколько он за последние годы преобразовался и превратился в настоящий европейский городок, куда не стыдно пригласить и европейцев, и американцев, и кого угодно. То есть все, когда приезжают во Львов, говорят, «Вау, это город Украины?» Я говорю, «Да». Кто-то сказал мне, что среди европейских стран город Львов, украинский город Львов, занимает одни из первых позиций по посещаемости туристов. Это очень радует. Значит, нужно в этот город больше вкладывать. Прекраснейший город есть в Мукачево. Замечательный наш Киев, наша столица. С прекраснейшими музеями, красотами, историей. Тоже это нужно развивать. Вот знаете, в сравнении, там, ту же Америку взять, Лос-Анджелес. По сути, город просто распиаренный. Они же все пиарят в своих фильмах. Ты приезжаешь там, например, на эти их пагорбы, где стоят буквы эти Голливуд, которые просто из фанеры вырезаны. Но ты радуешься, как ребенок. Боже, Голливуд, ты фотографируешься доходя этих букв. Смешно. Если мы поменяем свое мнение о нашей стране и перестанем плакаться вечно, вот это вот рыдание. Наша страна, вот она почему-то какая-то вот такая вся плачущая вечно, вот на своем горбу несущая какие-то страдания, боли, переживания. И если мы поменяем подход к жизни, жизнь поменяет подход к нам. Мы будем улыбаться жизни, жизнь будет улыбаться и нам. Но это должно быть массово. А это сложно, потому что люди действительно в наше время массово гибнут, выживают. И в этом это страшно. Это тема, о которой можно говорить и философствовать, рассуждать очень долго. Вот, но поистине на самом деле хочется в своей стране хорошей жизни. И не важно, будем мы в Евросоюзе или не будем в нем. Главное, чтобы в нашей стране было хорошо. Сегодня мое настроение, дай Бог, чтобы оно было таким всегда стабильным, 36,6. Все мы в душе свои там, как сказать, лирики. Мы можем быть творческими, но если задуматься глобально, то всем нам хочется хорошо кушать, а не быть голодными этими творческими натурами. Вот поэтому вот такой вот прогноз. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин